Друзья, все-таки как же обманчивы горы. Был у подножья горы, думаю, срежу, поднимусь напрямик. Вот осталось немножко тут совсем. В итоге лезу по этим камням уже довольно-таки долго. Но оно того стоит. Представляю, какой откроется вид сверху. Вы представляете? Сейчас увидим. Друзья, смотрите, какой он нашел трон из камня. Сидушка, спинка. Я не знаю, видно, не видно, просто я боюсь свалиться здесь. И посмотрите, какой с этого трона вид, если на него присесть. Плохо камера не передает весь вид. Море вообще не видно, но там вдалеке. Слушайте, отличный нашел уголок прямо на скале. Тенек вон под дубом. Даже можно поставить палатку. Просто какое-то умиротворение. И ветра нет, особенно. Вот осталось последние шаги. Тут как раз как ступеньки сделаны. И посмотрим, что там такое есть вообще. Друзья, у меня вон есть напарник. Это орел. Или что это такое? Просто парит. Любопытно было бы посмотреть, если бросится на кого-нибудь вниз. О! Ой, товарищ. Кважен. Ничего удивительного. Поднялся. Думал, все, пришел. А тут еще таких подъемов. Типа все, пришел. Несколько штук. Мы идем дальше. Что делать? Друзья, решил я дальше не лезть. Потому что это нескончаемый просто марафон. Поднимаешься на скалу, там еще скаллазание, еще, еще, еще. Поэтому сейчас вот думаю уже возвращаться назад. Пока не ушел никуда далеко. Потому что видно вот там озеро. То есть примерно понимаю, где нахожусь. И где могут быть какие-то пути отхода. Так что иду назад. Тем более у меня сегодня такая прогулочная была вылазка. Нифига не на убой. Друзья, все-таки я залез на плато. Увидел радостную для меня вещь. Вещь это следы от автомобилей. То есть укатанная трава там какая-то. Это значит, что сейчас можно на них встать. На эти следы. И катиться куда-то вниз. Потому что другого способа отсюда спуститься я не вижу. Если я буду спускаться так же, как поднимался, я свалюсь. Там просто очень крутые подъемы были. Поэтому буду спускаться только по дороге. Пускай это будет в три раза дольше. Зато спокойно идешь и разговариваешь с телефоном. Сейчас посмотрим, куда я приду. Вот она. Дорога жизни для меня. На сегодняшний день. Очень рад, что я ее нашел. Здесь, кстати, столько много растений. Они уже почти все засохшие. Весной, наверное, несколько высота. Друзья, не так-то все просто. Я думал, сейчас по автомобильной дороге пойду. И перейду домой. Но я пока еще хожу на плато. Потому что этих дорог здесь немерено. Они периодически пропадают. И вот сейчас я кружу здесь уже продолжительное время. А, ну вот, вроде какая-то есть основная такая точно. Вот. Теперь осталось выбрать, куда пойти. На лево или на право. Да, вот такая серьезная прям дорога. Теперь куда, туда идти? Или туда? Будем думать. Друзья, я иду по дороге. Чуть не наступил на какую-то змею. Вообще не шевелится. Ну что, будем ее тревожить. Обойдем. Друзья, я уже устал гулять по полотно. Друзья, мы должны сюда, в второе место. Деночный спуск. Чтобы купить водички. Или посидеть. Отдохнуть. И двигать уже домой. Надоело гулять. Отдохнуть. Делать. 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 Получилось. Но ничего зато. Такие беды, которые приметят на этом. Все будет хорошо. Там, внизу, вижу тропу, ущелье, где я в прошлый раз поднимался. То есть, это сейчас я такого вот круголя дам. И потом буду спускаться там же, где я в прошлый раз. Не самый плохой вариант. Друзья, ну вот я на привале. На том же самом месте, уютненьком. Сейчас попью водички. Посижу, отдохну, поем яблочек. И спускаться, блин, часа на три-четыре. Друзья, делайте добро и рассказывайте о нем. Не стесняйтесь. Это не хвастовство. Это реклама. У добра тоже должна быть реклама. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Тих어. Ирина. Будьте здоровы. Тихо.